Не привыкайте никогда к любви, Не соглашайтесь, как бы ни устали, Чтоб замолчали ваши соловьи И чтоб цветы прекрасные увяли. И главное, не верьте никогда, Что будто всё проходит и уходит. Да, звёзды меркнут, Но одна звезда по имени Любовь Всегда-всегда обязана гореть на небосводе. Эдуард Осадов Стихи Осадова часто называют Излишне назидательными и сентиментальными, Но именно такие оказались востребованы В 70-е годы XX века. Ими зачитывались целое поколение. Осадову удалось обойти почитаемости классиков отечественной литературы, Включая Пушкина. Эдуард Осадов появился на свет 7 сентября 1923 года В городе Мэрф, Туркестанской АССР, В армянской семье. Его отец, Арташес Григорьевич Осадьянц, Позднее переменивший имя и фамилию И ставший Аркадием Григорьевичем Осадовым, Участвовал в революционном движении. Сидел в тюрьме за свои убеждения, После чего примкнул к большевикам. Выйдя в отставку, Аркадий Григорьевич женился на матери будущего поэта, Лидии Ивановне Курдовой, И сменил военные погоны На мирный статус школьного учителя. В 1929 году, После смерти главы семейства, Семья Осадовых переехала в Свердловск, Где жил дед поэта. Именно в Свердловске Эдик впервые пошел в школу, А в 8 лет написал свои первые стихи. Там же стал посещать театральный кружок. Все прочили мальчику блестящее будущее, Настолько он был талантлив, Пылок и разносторонен. В 1939 году Лидии Ивановне Осадовой Предложили работу В одной из перспективных столичных школ. Осадовы перебираются в Москву. Именно там, в Москве, Эдуард Аркадьевич Закончил среднюю школу. После окончания школы Эдуард Осадов планировал поступать в ВУЗ, Только все никак не мог выбрать направление, Колеблясь между литературным И театральным институтами. Выпускной вечер в его школе Пришелся на 14 июня 1941 года. В первый же день войны Осадов явился в военкомат И записался добровольцем на фронт. Юноша был назначен в расчет орудия, Ставшего впоследствии известным всему миру Как легендарная Катюша. Молодой военный Проявлял недюжинную отвагу и мужество. Прошел путь от наводчика орудия До комбата гвардейских минометов. А в перерывах между боями и обстрелами Осадов продолжал писать. Он сочинял и тут же читал солдатам Стихи о любви, войне, надежде, грусти. А сослуживцы просили еще. В 1944 году на подступах к Севастополю Батарея, где служил Осадов, была разбита. Все его однополчане погибли. В этой ситуации Эдуард принял героическое решение, Не оставлявшее ему практически никаких шансов выжить. Он загрузил оставшиеся боеприпасы в старенький грузовик И стал прорываться на соседний боевой рубеж, Где снаряды были жизненно необходимы. Он сумел довезти машину под минометным огнем И непрекращающимся обстрелом, Но по дороге получил страшное ранение Осколком снаряда в голову. Спустя годы командующий артиллерией 2-й гвардейской армии генерал-лейтенант Стрельбицкий В своей книге об Осадове напишет Эдуард Осадов совершил удивительный подвиг. Рейс сквозь смерть на старенькой грузовой машине По залитой солнцем дороге на виду у врага Под непрерывным артиллерийским и минометным огнем Под бомбежкой – это подвиг. Ехать почти на верную гибель ради спасения товарищей – Это подвиг. Потом были госпиталя, 12 операций, Недели в буквальном смысле между жизнью и смертью И приговор врачей. Впереди будет всё. Всё, кроме света. Мало было выжить после тяжелейшего ранения. Теперь предстояло учиться жить заново. И в этих условиях Осадов вернулся к своему давнему увлечению литературой. Он снова начал писать стихи. Сначала диктовал их соседям по палате, Потом освоился с печатной машинкой и стал печатать. На фронт слепой офицер вернуться больше не мог. Зато в русскую литературу стремительно ворвался новый большой поэт. В 1946 году слепой фронтовик сумел поступить в ВУЗ. Да не куда-нибудь, а в престижный литературный институт имени Горького. В 1951 году он окончил институт с отличием. И тогда же был принят в Союз писателей. Именно тогда вышел его первый поэтический сборник «Светлая дорога». Но до этого было 1 мая 1948 года. Именно в этот день знаменитый глянцевый журнал «Огонек» опубликовал стихи Осадова. Помню, купил журнал в газетном киоске около Дома ученых на нынешней Причистенке И стоял с ним в руках счастливый-пресчастливый. В журнале были напечатаны два моих стихотворения. Мне исполнилось 24 и вернулся. «Мимо меня шли колонны демонстрантов с плакатами, с музыкой, с оркестрами, а я стоял на обочине тротуара, сжимая в руках первомайский номер журнала и был на седьмом небе от счастья», — вспоминал Эдуард Аркадьевич. В своем творчестве Осадов затрагивал разные темы. Он писал поэтические фронтовые зарисовки, но они никогда не составляли основной темы его творчества. Гораздо больше было любовной лирики. Были стихи о дружбе и верности, о делах семейных, о человеческой порядочности. Были автобиографические заметки. Всего за долгую литературную жизнь Осадова им было опубликовано 47 книг, в том числе и книга мемуаров, которая до сих пор читается на одном дыхании. Личная жизнь поэта сложилась счастливо. Первой женой Осадова стала Ирина Викторова, артистка детского театра. К сожалению, брак этот не был долговечным. Любовь, которую Ира, казалось, испытывала к Эдуарду, оказалась увлечением. Пара рассталась вскоре после рождения сына Аркадия. Со второй своей супругой, Галиной Розумовской, Осадов познакомился на одном из концертов во Дворце культуры МГУ. Она была артисткой Москонцерта и попросила пропустить ее выступить первой, поскольку боялась опоздать на самолет. Галина стала верной спутницей, последней любовью, музой и глазами поэта. Стихами Осадова зачитывались миллионы. Неудивительно, что его до сих пор любят, помнят и читают. Писатель и поэт ушел из жизни, но оставил после себя гигантское культурное наследие. Стихи поэта живут в сердцах людей и после его смерти, а значит, жив и он сам. Радуйся каждому дню, всегда, любому, едва только светом брызнет, ибо не знаешь ведь никогда, какой из них будет в последнем жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...